Мы приветствуем Илуну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Она кивает, она стоит в голограмме. Хорошо. Скэнер просканирует сейчас Илуну, отключает уголограмму вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, активируя их, если таковы и есть. Скэнер их видит, отключает это все, выводит из биополя, со всех тонких тел, и как конструкция выходит, отправляя ее в клетку-тюрьму. Ну а там не чип, а там плата. Это красный дракон. Хорошо, выходит эта плата, отключается полностью. Готово. Даю команду на счет риска, она сканирует пространство над головой и луны под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел и луны, находит все. В нее арахноид. Арахноид. Бес. Какой бес? 8. Хорошо. Джин. Какой? Нет, Джин. 24. 13. Дальше самого дракона нет. Стоит его плата с голограммой и идет слово генератор. То есть он генерирует энергию, собирает ее через плату в голограмме и подключается, когда ему нужно. У него несколько таких генераторов. В ней или вообще? Вообще у дракона. Выстраивается от этих плат дракона. Прямые каналы к нему 1, 2, 3. Силами его намерения притягивая этого дракона в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. У него три головы. Он большой. Он махает этими головами. Как мне это махание сейчас? Представите, как агрессию в нашей комнате диагностики? Нет, он не был готов, что его притянут куда-то. Точно так же и Луна не была готова, что трехглавый дракон придет в Ниппе, а поле установит плату и будет жрать ее энергию. Дракон, не так ли? Не так. У тебя есть контракт с ней? Есть. Хорошо, будем разбираться. Какой она сказка? Пусти меня. Дракон, я тебя никуда не отпущу, пока я не разберусь в этой ситуации. Если ты меня обманул, ты об этом жутко пожалеешь. В моих руках появляется печать дракона. Я тебе только сейчас покажу. Зачем мне обманывать? Я все по согласию. Вот я это согласие, вот я убираю печать, вот это согласие сторон я сегодня и проверю. Если есть такие контракты, они будут аннулированы в твое присутствие. Тебе это понятно сейчас? Или мне начинать на тебя воздействовать? Контракт заключен по ее согласию. Придет время, я тебе задам этот вопрос, и ты мне на него ответишь, пока я не спрашивал о содержании контракта. Мы дойдем до этого. Не понимает, кто ты такой. Почему ты должен решать его контракты и аннулировать? Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Мне нужен твой совет. На связи. Я приветствую тебя, Ли. Мне трехглавый дракон сейчас задал вопрос, кто я такой и почему я имею право аннулировать его контракты. Я, честно говоря, не знаю, что ему ответить на этот вопрос, кроме того, что человек изъявил, показал свою волю изъявление аннулировать все эти контракты. Но мне кажется, он не понимает этой ситуации. Этого достаточно душа изъявила желание, так как сама она не может и не понимает, с кем раздоркнут контракты. А есть вы. Благодарю тебя, Ли, за эту информацию. Не смею тебя больше задерживать. Хорошо, дракон, ты услышал ответ? Услышал. Дай мне, пожалуйста, цифры над головой дракона. 82, 31, самая большая. Дальше 32, 75. Да. И 12, все 4. 54. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Илоны спроекцировать все энергетические и северические каналы ко всем ответственным подселенцам. Канал выстраивается также голограммик этой платьи дракона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслиформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Илоне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сколько находился дракон в этом биополе? 17 лет. 17 лет. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 4,5 года. Сколько бес находится в этом биополе? 7 месяцев. Синий джинн, сколько ты находишься в этом биополе? Год и два месяца. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Илона? Все присутствуют. Драконов ставят платы, остальные там присутствуют. Понятно, мы сегодня чистим и квартиру, поэтому будем разбираться до конца. Ждем окончания реверса. Пока идет реверс, кандарь дай мне полноту души Илоны на настоящий момент. У меня 100%, но она закрыта, у нее душа. А той платы как зажата была. Реверс закончится. Устанали фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Илона забирается чистая, светлая, божественная энергия обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Илона себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. У кого еще есть контракт с Илона, из присутствующих, кроме красного дракона? У кого? Хорошо. Ее от платы возвращается радость. То есть идет энергия, как обмена. К плати шли вот эти тяжелые энергии, платы и голограммы. Назад возвращаются ее родные энергии радости. Понятно. Спокойствие, уверенность. То, что он воровал. Легкость. Мне интересно условия контракта. Илона, пока идет реверс. Вы в курсе о контракте, которым вы заключили с красным драконом? Нет, но я чувствовала тяжесть долгое время. И вы не могли, вы ничего не просили красного дракона? Никогда о чем-то, о каких-то услугах, о каких-то возможностях, сверхвозможностях я не знаю. За столько лет было разные мысли, но конкретно красного дракона я не звала. Здесь есть картинка. Давай расскажи. От красного дракона. Это ситуация какая-то в жизни Илоны. Она лежит на кровати и она плачет. И красный дракон, он это видит. То есть от нее идет определенная энергия. Он на эти энергии внушает ей, что он защитит ее. Больше никто ее не обидит. Он будет рядом. Понятно. Значит, красный дракон ушел. Он будет рядом с ней взамен на ее защиту. На какую защиту? Мою защиту. Ты же видишь, я защитила ее. А что ты за это конкретно получил? Кроме этих энергий, которые мы видели? Находился рядом. И что ты ей дал? Ввиду он ставил плату и оградил ее голограммой. И у нее энергии дракона появились. То есть тяжелые люди чувствовали их. Некоторые не хотели с ней общаться из этой тяжести. Дракон, ты 17 лет находишься здесь. Больше, чем все остальные интерференты. Ты, несмотря на твою защиту в скобках, скажем там, в кавычках, ты впустил этих Джина без арахноида. А к какой защите ты говоришь? Чего ты врешь-то? Как там с Рейерсен Вера? Он про людей говорил. То есть он голограммой оградил ее от многих, которые не смогли его энергии. И не захотели. Ты же понимаешь, эти рассказы ты будешь рассказывать. Может быть Джину, он тебя еще послушает с удовольствием. Он тоже любит разговаривать. Честно говоря, я вижу этот твой обман. И сегодня эти контракты будут аннулированы. Илона увидит полностью всю картину, как это все происходило. И согласно воле и изъявлению ее души, эти контракты будут аннулированы. Ждем окончания Рейерса. Рейерс закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Начинаем с Джина. Джин, выходить тебе не надо. Втягивайся в себе всю пыль, все свои подключки. Отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. Докладай о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть в этой клетке. Арахноид. Хорошо. Арахноид. Ты был причиной мигрени и головных болей? Я в иголке. Хорошо, выходи. Вытаскивай все свои иголки, всю свою паутину, все свои энергии. Возвращайся назад, докладай о готовности к проверке. Приступай. Голова, шея готов. Хорошо, без. Скажи мне, где лярва находится в биополе Илона? Голова, он показывает. Это мрахноид, он как на троне сидел. То есть он внутри черепа располагался, и у него вышли лапы на лоб, и полностью по окружности мохнатые. Там у нее есть лярва, на шее есть лярва. Внизу есть руки, ноги, затемнение. Вниз живота. Хорошо, ты хочешь получить эти лярвы и затемнение? Хочу. Выходи сначала, вытаскивай, отключайся полностью все, что ты оставил в ее биополе. На месте доложи, что ты все снял. И я дам тебе отдельную команду, приступай. В руках у него нитки на ногах распутывает. Все снял. Разрешай тебе забрать лярвы и затемнение, забирай и возвращайся назад. Готов. Скэнер просканирует сейчас и луну на чистоте красного дракона, его платы, голограммы. Не осталось ли что-то, что мы еще не заметили? Если находишь уничтоженное на месте. Ты знаешь, он показывает, то есть он не двигается дальше. В сердечной чакре. Да. А там стержень ее, как душа, условно говоря. И она как сжата, как камень вокруг нее остался от этой платы. Хорошо. Эти энергии, этот камень, сила моего намерения, отключается, выходит из всех семи тонких тел и луны, зависает перед ней. Он с серо-белым цветом и он тяжелый, вышел. Отправляю его в клетку-тюрьму. Готово. Скэнер сканирует дальше. Чисто. Хорошо выстраиваю к этому, как его назвать-то, Вера? Камень. К этому камню канал прямой от и луны. И луна отдает реверсом все негативное патогенное, что она получила от этого камня, дракона. Пошел процесс. Мощным потоком все пошло назад. Все негативное патогенное, низкое аббрационное чужеродное возвращается назад в этот камень. Но здесь стресс, стрессы, слезы, давление какое-то, которое складывалось там. Все возвращаем назад до 100%. Она не могла дышать, дышала тяжело, не могла продышаться. Вот это от этого. И эта тяжесть мешала. Готово. Хорошо, устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса забираем из этого камня. Есть биоматериал, все родные энергии, все, что на частоте луны находится, мощным потоком пошло назад. Это чакра, сердечная чакра, которая была заблокирована полностью. У нее энергии не шли через нее, она как камень была. Я сейчас ей легко, она дышит, и у нее энергии дальше идут, проходят через сердечную чакру. Интересно, если поставить дракону сейчас, перепрограммировать этот камень в его сердечную чакру и активировать откат энергии до 80%. Или, например, дать откат за 17 лет, чтобы он испытал на себе последствия его воздействия. Как бы он отреагировал? Он действовал по контракту. Ревер закончился. Мы сейчас переходим к этому контракту. Отлично. Илона, у вас заключен контракт с Красным Драконом. Мы подошли к тому моменту, когда надо его аннулировать. Вы готовы это сделать? Да, готова. Я говорю вслух, а вы повторяете за мной. Я. Вызываю все соглашения контракта. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня есть фантомные договора, есть с Драконом. Договор вышел активный. Пусть Илона повторяет за мной. Внутрием власти моего суверенного я и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. У нее обмен энергиями идет. У нее с рук как развязываются веревки к этому контракту, красные, возвращаются. И ей идет энергия. И ее энергия идет в ладошки. Отлично. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, и все аннулированные контракты вместе с фантомными контрактами, отработанными, уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растаряем. Готово. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Илона с Красным Драконом, его платами, его голограммой, арахноидом, бесом и джином. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честь. Подскажу кило, непомогаемая энергия отстегнуть и все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы, отстегиваются, открывая воронку в галактическое ядро, и канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растаряя. Готово. Обращаюсь сейчас к джинну и бесу. Кто из вас присутствует еще в других членах семьи? Никто. Арахноид и присутствует в других членах семьи? Нет. Итак, я сейчас открываю два портала в дом, в квартиру, где живет Илона. Арахноид идет в один портал, бес и джинн идут в другой портал, собирают все, что они оставили в этой квартире. После этого я прихожу, проверяю. Бес мне еще покажет все порталы, которые находятся в доме, я их закрою. За это он получит негатив в доме. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Илоны. В один идет джинн и бес, в другой портал идет Арахноид. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Илья, прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Я хотел спросить, у тебя есть вопросы к этому трехглавому дракону? Она высканирует. Все, что он делает, он делает по контракту. Согласие людей. Понятно. Но каким согласием это заключается, мы тоже услышали. Но тоже наивным людям быть нельзя. Хорошо. Значит, можно с ним дальше работать, да? Нужно. Итак, красный дракон. Я сейчас, благодарю тебя. Я сейчас, открывая портал в квартиру Илоны, ты собираешь все свои платы, все, что ты оставил в этой квартире. Я прихожу, проверяю, отпускаю тебя первый раз на твою чистоту. Тебе это понятно? Ему понятно, здесь Ли говорит, что должно быть намерение человека освободиться. Они также не смогут ничего сделать без намерения человека. То есть душа должна проснуться и захотеть избавиться от этого груза. Это опыт и для души, и для дракона. Абсолютно. Тогда работаем дальше. Итак, дракон, ты все понял? Понял. Открывается портал в квартиру Илоны. Красный дракон уходит в этот портал, собирает все, что оставил. Закрывая печатаю, растаряю. Готово. Поехали дальше. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Чисто. Переходим на чистоту. Неупокойные бесплотные души. Душа есть у нее. Душа выходит, идет в клетку. Неупокойная. Это маленький ребенок. Как ты сюда попала, ребенок? Может говорить? Он ползает. Считай информацию, Вера. Что случилось здесь? Чей это ребенок? Чья это душа? Это девочка. Что с ней случилось? Она ползает и может сидеть. А говорить не может? Она играет. У нее игрушки рядом. Она трясет и они дают звук. Она счастлива. Я не совсем понимаю ситуацию. Ли, ты можешь мне объяснить ситуацию, пожалуйста? Так же, как и ты. Ли будет раскручивать ситуацию. Она показывает себя, что она спит. Ну, что почему она здесь, я не понимаю. Она выходит из тела, когда она спит. Поэтому я и спросил, чтобы не отправить никого никуда. Ненужное место. Значит, на земле живет. Она гуляет. Душа гуляет. И что делать в таких случаях? Вернуть ее в тело. Благодарю тебя, Ли, за такой ситуацией. По-моему, второй раз встречаю. Один раз у нас человек в коме был. При чистке дома мы нашли, вернули в тело. И вот это второй раз. Вот так вот ребенок попал в это биополе. Хорошо. Это ситуация, когда дети засыпают и не просыпаются. Все понятно. Она гуляет, она посещает других детей. Она может заиграться где-то. Со своей стороны мы можем что-то сделать. Она же ничего не понимает в таком возрасте. На данном этапе вы можете только вернуть в тело. Выстраивается прямой канал от этой души к ее биороботу. Один, два, три. И возвращаем назад эту душу в ее биоробот. Она синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. Готово. Хорошо, отключаемся от этой ситуации и идем дальше. Этот ребенок мне посылает картинки. Она в кроватке, у нее родители над ней говорят, как она сладко спит. Но она очень долго спит. Не хочется будить. Она просыпается, она счастлива. И она, в общем, живет во сне и наяву. Полная жизнь, как она говорит. В какой стране это происходит? Считай информацию. Эстония. Но мы в этой ситуации ничего не можем сделать. Вообще ничего. А это не должен куратор присматривать за этим по этому вопросу. Это выбор души на путешествие. Таким образом во сне. Просто опасная вещь. Если бы я не разобрались, это могло бы случиться что-то очень страшное. Она каждый раз отходит дальше и дальше. Проторенный путь, как она говорит. Она знает, как вернуться. Но ей интересно посещать других детей. Другие души. Я понимаю все это, честно говоря. Я даже не знаю, что ответить. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Илона. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Пока еще пробую новые энергии, новые горизонты. Какие-то грани ушли. И я чувствую, как мои энергии могут расширяться, сужаться. Это что-то новое и приятное. Отлично. И легко. Будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры и собаки. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Илона в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...